Если вы не знаете, 12 июля я открыл свою команду, которая будет играть в CSGO. На экране у вас состав этой команды. И, понятное дело, пришло время показать вам, что мы сделали, так сказать, отчитаться перед инвесторами. Каждый из вас это инвестор, без вас вы этого всего бы не было. А сделали мы много чего. Мы сыграли много квал, много турниров и даже побывали на своем первом лане в Сербии. Всё это сейчас будет в этом ролике, поэтому приятного тебе просмотра и аппетита. Буду рад твоему лайку, это очень важно. Давайте приступать к просмотру большого материала. Но будет интересно. Погнали. 15 августа 2023 года. Это наша первая официальная игра в рамках ESM Main. Мы попали туда через квалификацию. Каким-то боком она появилась. Можно было сразу через OpenQual пройти в Main. Без Open, без Intermediate и так далее. Сразу в Main. И наша первая игра в ESM Main против команды Adepts. И мы успешно её проигрываем. Да, наша карьера началась в ESM Main с проигрышем. Но какая разница, если вторая уже победная? 4 в 1 ситуация. Джо Лобо против Сайбершок. Тим остаётся. 1 в 4. Первого убивает. Второго не выходит. С командой Inferus мы сыграли очень неплохо. Выграли и кайфанули. После этого у нас поездка в Сербию. Привет. Мы будем там играть на лане против Virtus.pro. Вы представляете, какое это и везение. Я в переносном смысле, понятное дело. Но зато Сербия помогла сделать небольшой тимбилдинг. Они впервые увидели друг друга и познакомились. Мы уже делали большой подробный ролик про эту поездку в Сербию. Вы можете его посмотреть по подсказке. Справа наверху. Окей, мы все вернулись по домам. И сейчас у нас следующая игра в ESM Main против Red Hood. Судя по всему, 3-0. Ну пока да. Естественно, там экономический раунд. 3 USPS, 2 P250. Ребята попробуют, может быть, ворваться, пару фрагов сделать. Но это очевидно нужно. Что? Что происходит? Резали только что. Fentu K делает фраг. Это как получилось вообще? Слушай, на самом-то деле я все еще не видел какую-то потную катку от нас. То есть все катки, которые я смотрел вживую, там либо было для нас слишком легко, либо для противников. Хотят еще все-таки что-то попробовать здесь сделать Шайнис вместе. с риски и сзади, возле ступенек. Ребята пикают не одновременно. И это шанс для команды Cybershock. Отлично. Пожалуйста, увидите его. Размен есть? Справа еще один. Какой хатшот? 5-3. Слушай, неужели будет плотная каточка? Вот если будет раундов 28, хоть сыграно, это уже кайф. И все бегут, бегут. Посмотри. Идеально. Вертукей, сюда его просто. И встречает здесь риски. Минус 3. Хоть познакомиться. Вау. Это что? Ой. Ай. Тут хорошо двоих может закрыть. Неплохо. Это еще и минус бомба. Я думал, третий он сейчас заберет. Но... Если элемент проиграет этот раунд... Я не знаю. Не, не, не. О, боже. Я не понимаю, как они не убивают. А бомба-то уже ставится. А этот пошел сейвить, что ли? Что он делает? Так, так, так. Ну, 14-й раунд для Cybershock легко. Казалось бы, игра начиналась довольно равной. Потом это просто превращается уже в дабл доминацию. Ну, возможно, карта Анубис. Ну, как бы не все любят играть Анубис. Не все его готовят. Все в основном там, да, какой-то мираж, да, в целом. Прекрасная игра на Анубисе. И в этот момент я понял, что это наша лучшая карта. Мы ее больше тренируем, и мы ее больше выигрываем. И следующая наша игра, это против украинской команды Фрагматик. Да, здесь, к сожалению, только один можно встречать. Твое. Здесь двое. Флэйме на размен феномен не получается. Ой-ой-ой-ой-ой. И ребята все-таки делают это. Ноги было видно! Было же видно ноги, нет? Боже, ну убей. Хорошо. Минус от риски. Вроде... Он так и дергает, но его убьют. Ага, да. Работают с центром активно Фрагматик. И как могут... А не фулл флэш! Убивай! Хорошо! Да, да, да. Встретит. Конечно, конечно. Мало хп там слишком. Отлично. Первый раунд. Сайбершок. Молодцы. Блин. Ох бы. Ну вот мы и проиграли. К сожалению, этот раунд. Четвертый фраг для меня сейчас и выход. Пошел. Ну, тоже под флэшкой. К сожалению, уже Бодик делает минус 2. Там еще и Матфул помогает. Вот там последние остаются риски. Так, слышат. Конечно, слышат. Понимают, где находится соперник. И да, берут минус. Жаль. Ну, 16-10. Да. У нас не пошел Эншент. Капка ушла на разбор, а Шайн пошел праздновать свой день рождения. Кстати, насчет дня рождения. Как вы знаете, Лискинс это наш спонсор команды. И мы решили сделать такую акцию. Каждый день рождения все наши члены команды могут выбрать любой скин за 15 тысяч рублей на сайте и его вывести. И вот, что выбрал наш Шайн. Всем привет. Сегодня у меня день рождения. Поэтому ребята из Эскенс решили сделать мне небольшой подарок в виде баланса на сайт. Поэтому подняю я куплю себе МКОЭСКу. Я же это им. Почисло ФТ. Паем. Казал, мне кажется, будет. Почисло. Большое спасибо нашим спонсорам скин за данный подарок. А 10 сентября был день рождения у Риски Боба. У нас всех дни рождения во второй половине года. В чем проблема? Давай Рискинс. Да, я просто... Да, может быть, все-таки в Эмке надо срочно менять скин. Лискинс, помогите со скинами. Рискинс не попадается его скином. Нужен круче. Вау. Я так давно хотел этот скин. Какая же имба. Так, ну а теперь, я надеюсь, будет лучше. Или все-таки проблема была не в скине. Если что, Рискинс это сайт по покупке и продаже скинов в CSGO. Кстати, вы получите плюс 5 долларов на сайте, если сделать регистрацию через нашу ссылку с Абершок. Все есть в описании этого ролика. Возвращаемся к мейну, и у нас игра против SLNT Pro Cloud. Мы не успели ее постримить, и, наверное, хорошо, потому что мы ее выиграли 16-2, показывать просто нечего. 12 сентября у нас была очередная игра, мы выиграли ее тоже 16-2, показывать ее тоже не будем. Как минимум, в той катке вот у Флэйме был КД-5, и у всех наших игроков КД-2+. Странно. Спустя 2 дня мы сыграли против очередной команды, которая называется Invictum. Она, кстати, была потной, давайте осмотреть. Ребята выходят по одному, мне опять же не нравится, я опять же не вижу тимплея никакого здесь. Ой-ой-ой-ой, Рискинс! Чуть бы патронов побольше Рискинс, это третий минус для него, какой красавчик. Не рискуют ребята, даже несмотря на то, что всех практически убили. Вообще, блин, проблем, 4 минуса для Рискинс, квадрокилл. Получается, проблема была все-таки в Эмке. Команды Диффенса ртейкают, один лонг хороший минус. Как же Шайнис просто забирает, это нереально. И еще один фраг. Сейчас они раскроются, как команда раскроются, потом уже будем их раскрывать, как и людей. Ой, хорошо, хорошо. В данный момент я пикают, АВП срабатывает на реакцию, просто чудесно. Не стал диктейм, ой, как хорошо. Ой, улица, улица какая. Так, опять чудо. Один в один. Флэйме против прайм. Все, рекорд. 29 кп, он просто выкидал. Прайм опять не вышел убивать. Не, ну не. Да. А в голу-то попадает, смотри, 9% всего. Да, да, да. Феномен, последний, пожалуйста. Блин, феномен, а почему он так гуляет по набережной? Сайленсер в руках, надо забирать. Ой, было близко. Выглядит так, что ребята из команды атакующих могут... Гост, пожалуйста, да, есть убийство от феномена, хорош, белорус. Ну и все, все, это победа, мне кажется. Флэйме хорош, это 16-14, победа, блин. И вот после этой игры у нас появляется инвайт на Винлайн Inside System 4. Там призовой фонд миллион рублей, и список команд, которые участвуют на этом турнире, у вас на экране. Там есть и команда Insilia, команда Booster, Team Space, Forward. В общем, там интерес. Первая наша игра была против G.H.R. Очень многие ребята подозревают их в том, что они читеры, используют Razerhack, поэтому на этом турнире их попросили снимать себя сзади, чтобы они бы не использовали сторонние какие-то программы. Возможно, это как-то связано, возможно, нет. Ну, у них сейчас статистика 1-4 на этом турнире, а в целом они играют обычно лучше. Давайте смотреть. Кстати, там Каленый достаточно игрок стоит. Ну, его еще и спалили вдобавок, Рескибоб, наверное, должен как-то на размен выходить. Придется идти и сейвить теперь Рескибоб. 4-0, пока всухую. G.H.R. и Спортс на собственном пике Сабершок переигрывают. Там феномен стоит с АВП, а как минимум на один фраг его должно хватать. Заметил соперник, понял, что это Бост, Илья Колодко. Мое почтение, есть первый фраг, бомба выпитая, есть второй фраг по орбиту. Нет, слушай. При всем при этом Дрейм отлетает также. Первый раунд Сабершок. Ему они и поплатились. Рескибоб видит одного, забирает. Врыв смог. Рескибоб не прощает. 4-6 уже. Флейми на рампе, видит одного. Савасилия, Феномен на Хелпе, и они вдвоем хоронят заход на вилку. 7-6, но вот в этот раз не прокнуло, к сожалению. Фентук вырубает орбиту, остается Теоникс и Дрим. Хорошо, только Теоникс. Времени уже не хватает у Феномена, по-моему, хотя бы он его забирает. Дефюскитый на руках есть, но... Нет, времени вообще нет. Но, но, но. 8-7. Ох, и на рампу отправляются, а тут Крейн делает первый флаг, второй. Деньги сыграть. Ну нет, там уже и в винтах был соперник. Вновь ничья 11-11. Ну либо же это Клач Министр. На сервере нет. Твиксар с девятки его забирает. 15-11. Твиксар слышит топот. Видит. Ох, потерялся. После перестрелки отлетает Шайнджес. Пойти контактом его просто взрывает Твиксар. Обидно. Кстати, вот так заканчивать карту. Ну что, пистолеты голые по факту и фулл мидл будут играть. Джейчара Спортс в этом раунде. Риски-боб пошел собирать халяву, но не на много его хватило. И Шайнджес с Финдукеем доработали. 3-1. Максимально быстрый раунд. Пуля по Риски-бобу, но феномен готов и к этому. 8-3. Достанется один Твиксар. Пачка не под него. О, вот это фейл. Ну и 11-й раунд собирает Сайбершок. 5-13. 6-13. 8-13. Флешка на врыв. Никто пока не спамят по смокам. А зря, между прочим, потому что там целых три гузика. Спрятались. Одним сотым игроком, которого уже вырубили. Так, Твиксар. Ну что, 16-8. Открался в подопорную позицию. Его не проверили. Он двоих хранит вместе с пачкой. Теоникс на размене. 2-2 было. Только что стал 2-1. Ну, 5-0 идут. Он прям при фаером выходил. Слышал релат соперника. Крэн, например... О, парни! Тут прям сито дырявое. Тут бублик. 6-6. Ничья. Все-таки его оппонент. 9-6. Первая половина. И 10-10 уже. А тут Шайнджес. Заметил одного. Будет сейчас на второго репикать. Получил продвольцо. Спурс в угол. Он просто в руках. Но это не мешает. Один в один. Резкий боб против орбита. Кто кого? Опа! Опа! 16-10. Резкий боб закрывает этот раунд. И карту. И матч для своей команды. 2-1. Сайбершок все-таки побеждает. Шикарно сыграли. Хотя можно было ее пораньше закончить. У нашей команды очевидная проблема. Давайте я распишу. Это то, что мы часто не смотрим спину. Второе. Это мы часто можем проигрывать пистолетом. И третий момент. Это не доигрывать игры. Мы можем выиграть 14 раундов. И все. Подумать, что игра закончилась. Возможно, в CS 2 эта система поможет нам. Потому что там 13 раундов. Но в CS GO мы пока берем 15-14 раунд. И все. Расслабляемся. В общем, пока мы это не исправим. У нас будут лютые проблемы. Начинаем игру против Forward Gaming. Где играют два бывших чемпиона мира. Это Моу и Дося. Очень интересный матч. Как минимум из-за этих двух игроков. Давайте смотреть. Итак, CyberShock начинает у нас за оборону Forward Gaming. За атаку. Напоминаю, это пик команды Forward. Моу на плюс В. Просто летит. Хорошая хаешка. Поймо КД. Вообще, это не хитпоинт. Пррывается. Айц. Пытается стреляться. Есть один минус от Моу. Флеми. Забирает у нас тоже Моу. Здесь также есть размена. Еще пришел Рискебоб. Неплохо. Проблем без армора. CyberShock открывает этот пистолетный раунд. Рискебоб. Играет через болото. Может попытаться забрать пачку. Здесь хороший хэдшот по АВП. Команда обороны. Рискебоб. Не смог Проблема тут перестрелять. И Forward Gaming открывает счет своей команды. Не получилось здесь перестрелять. Погибает. Если так же минус от Феномена. Еще хороший хэдшот по Проблему. КД последний. Ну что это АВП творит? Что не забрали тут Моу. Проблем сразу прибегает. Собирает Рискебоб. Феномен минус по Моу. Ну и последний фраг также по Феномену. Он в нагу выходит. Но Бобу не забрал. К тому же. Но диффуза имеется. Половина таймера прошла. Но не получается все-таки Айса перестрелять. 13 раунд для команды Forward Gaming. Ой, как хорошо. Первого пропустила. Второго дожать не получилось. Тут нужно просто на плюс выстягиваться. А время? А время хватит? Подожди, времени хватит. Времени хватило, да? Время. Оборона в составе 4-х человек пошла под мину. Один ковбой будет принимать. Хотя бы одного. Давай, есть. Там еще Рискебоб. Находит Проблема. Неудачный выход. Пачка потеряна. Четвером. Аж пятером. Сайбершок принимают. Ну, тут практически без шансов. Патроны. Тут и Финтуке для себя. Фрак один нашел. Ну, попилили между собой. Счет у нас 2-0. Пользуем Сайбершок. Да, 5 фраков. Финтуке спалили. Врывается. Проблем. ВПш. Финтуке забирают. Пятый раунд для них. АВП. Команда атаки. Айс. Против Шайнджеза. Ой, какая точная хаешка. Трехочковый. Второй раунд для команды Форвард Гейминг произойдет то же самое. А счет 8-7. Есть минус по Кадео. Минтуке борется до конца. 14 хитпоинтов у него, но всего лишь один выстрел. 8-8 счет. Ой-ой. Резкибопс уже успел здесь ковар взять руки. Не получилось его перестрелять. Убирающая проблема. Зашла просто агрессия с их стороны. И всю команду Форвард, Миду и погасили. КТО. Против Флэйми. И тут он тоже погибает. Практически последний шанс. Да, предпоследний для команды Форвард Гейминг. И через мать-ти все же убивает. Также сохраняет девайс. Не так уж много пользы. Это 15-й раунд для команды Сайбершок. Да, и счет 15-15. Друзья, это допыск. Не получается попасть. Это по допользующему. Ну и пачка раздефана. Смотрите, вся команда уже из Сайбершок стянулась. По экибай. Также проблем. Мол минус по риске Бобу. Ой-ой-ой-ой. Но нет. Еще у нас 17-17. А Уайс это 3 хп. Но тем не менее проблем. Решает все проблемы за своего тиммейта. 18-й раунд для команды Форвард. Ему информация также должна быть. Ну, Доси уже решил сам соус не попытаться разобраться. Но это у него ничего не вышло. Кадел также выбирает финтуке. Есть хороший хэдшот по шайнджету от Мол. На 10-й раунд буквально минимальный. И прилетает ему также Молотов. На него смотрят втроем Форвард Гейминг. И тут даже ничего не получилось сделать. Айс оформляет ему хэдшот. И это 19-й раунд для Форвард Гейминг. Поздравляем их с победой. Классная игра. Но опять же ребята упустили свою победу. 8-3 выигрывали первую карту. И 14-8 вторую. Вот просто расслабляются в ненужный момент. Но это явно проблема. И хорошо, что они все на поверхности. Поэтому с ними можно работать. Потом у нас была потная игра против Nomeral VSM Main. И особо там ничего интересного не было. Но вот такой вот интересный клатч, который помог нам выиграть игру. Спасибо Рискичу. И на ланге еще это АВП. Но его должны будут ребята контролить. И они что, неужели просто на Б пойдут? На траке будет останавливаться бомба. Это и делается сейчас. Это банк плюс трак. Два человека в живых. Риски-боб со спины. Риски-боб со спины. Риски-боб со спины. Риски-боб красавчик. Там еще два человека прежде в живых. Информацию дают о том, что за спины есть оппонент. И теперь он еще со спины раз в год. Какие тайминги. Риски-боб. Просто вытягивает для своей команды битраунд. И прекрасно играли. Риски-боб. Три фрага. Потом мы проиграли команде АВТ 16-8. И показывать не дичь. Возвращаясь к QueenLine. Мы играем против перспективной команды Team Space. Они недавно выиграли CCT-турнир. И побеждали достойные коллективы. Условно Enthropic, Enthusie Bridge или же Big. Team Space перед матчем нас немножечко затриггерили. И подшутили. Над тем, что мы там хотим попасть на мажор. Поэтому мы зарядились этим треш-толком. И решили тоже ответить им в нашей группе в Телеграме. Наш каждый второй пост это была ответка этому мему. И мы на самом деле словили классное настроение. В нашем Телеграм-канале был какой-то определенный шоу-матч. Людям реально было интересно и смешно читать то, что мы пишем. Поэтому мы за такой треш-толк. Это классно, это весело. Поэтому почему бы и нет. Главное не проходить границы. Давайте начнем смотреть эту игру. Очень узко и не хотелось бы. Enzer уже отлетает от риски боба. Да, ну и Труник находит фраг и отправляется под бет. Тем временем Флэмми делает фраг по Лере. И пачка будет поставлена. Так, ну тут Труник. Не получается сделать фрага по Флэмми. Ну и Верта тоже добирают. 3-2. Собиршок вперед выходит. Труник. Ну нужно прожать в плент уже, братик. Шанжис уже второй фраг дает. Лере на халпе. 17 секунд. Бомба выбита. Фин-2К. 13 секунд на таймере. Лере битый с АВП. Фин-2К сотый. Закидывает ему молек. И подгорает Фин-2К очень сильно. И все-таки Лере забирает его в Пи-250. Хотя стоит на фраге. И у него этот фраг получается. А второго, правда, не хватает. Руни уже спину доедает. Тут Шанжис. И Калаш, который сейвился, может принести раунд. Прямо сейчас это и происходит. Варители гранаты дефолтные по симпозициям. Лере. Возел. Минус 2. Минус Фин-2К. Финомен 1. И это без шансов. 5-0. Космический Кыргыз. Минус 3 лица. Ну, постреляться, правда, получается. У Энзера за квадрокиллом все-таки сходил. 5-11. Всего увести, продолжать мейн. Попытка не пытка, конечно. Труник минус 4. Верх на подхвате. 13-5. Решает пройти улицу, а тут вверх. Куда же без смоков. И уйти. Окей. Закидывает Лере Молик. Оу. Лере еще второй фраг оформляет. Времени очень мало. Бомба не на руках. И это 16-7. Спейс. Ну, не успеет уже. У него просто времени не хватит. Энзера на половину хп уже прошили. Ну, что будет Энзера просто мутиться в смыки. Пытаться не поставить... Не дать... Тачку точить. Энзера здорово ворвался. Фозил. Размен не в пользу Сайбершок. Только Шанжес остается один против троих. Двое битых. Один овп. Забрал Лере в спину. Минус овп. Мое почтение, Шанжес. Атаки плент. Феномен. Забирает Фозила. Видел второго. Энзера также отлетает. Повернулся. Повернулся. Пятый раунд уже за Сайбершок. Блин, еще и второй смочок есть. Но тут, по-моему, Флэмми прочитал своего оппонента. По иму, может быть, не сразу пошло. Но раунд взят. Сайбершок 9. Тим Спейс 3. На рампе. Забрали в смок. Зачекали. Казалось, не справа. Но Фозил разменялся. Разменял понят. А Фозил еще и риски боба забрал. Тут нужно на Верочку, конечно, дать в спину. 5-10. Будет принимать контакт на бедуэн. Зера. Не дает фраг. Шайт же с минус 2, минус 3. Ну да, Верт последний. И успевать все-таки поставить пачку. Слишком просто для Сайбершок получился. Такого серьезного соперника. Риски боб. Против них их же оружие. Просто поджимом в рампу. А уже один Труник, которого хватило только на один фраг. Да, у Верта будет сейчас вагон времени, чтобы занять комфортную позицию. Он решит... Отпускает пока что. А Верт побежал, исполил позицию. Правда, попал по феномену и, по-моему... Решает до конца декузить. Верт не попадает. И в 16-й раунд все-таки уходит за Сайбершоком. Ну и тут только на выбивание играть. Хотя Сайбершок сейчас находится в меньшинстве. Ооо. Ну все-таки... Было только что меньшинство? Да. Маневрами сделали 2-3 в свою пользу. Остался один Фозил. Пачка дефьюзится. И не дадут ему вообще ничего сделать. На 3-2 остались, но при этом пачка под контролем защиты. Хотя забирает Шанзиса хаешкой. Забирает последнего игрока с Сайбершоком. Ну и размены тоже пока в их пользу. Рески-боб забирает из рукава бомбу. И добирает еще Энзера. 2-3. Сделать не успел. Все-таки пошел давить в наглую. Энзера минус 2. Верт и Тронник дорабатывают. 5-2. Его добирают. И уже... А как так? Верт не заметил Флейми. Просто два тапа, две головы. Шанзиса тем временем Фозил. Последний игрок Team Space пытается что-то сделать. Уже очень близкий счет. 5-6. Пытаться. Да, хотя зачем туда смотреть, действительно? Да зачем туда смотреть? Фентухи просто как в этом живет и все. Турисклеп на холпе. Тронник даже подойти не успел. Ну что, 5 раундов подряд от Сайбершок со счета 6-2. По-моему, этот камбэк начался. Ну, подозревают, да, то, что будет выходить с этой позиции. Тут Зера плечиком начекивал. Ну и, в принципе, 8-й раунд забирает у нас Team Space, как и первая половина. Ну да, тут втроем будут Team Space принимать всю эту атаку. Ой-ой-ой-ой! Уходил, что-то от Сайбершки, но под Клэшку забирают. Ой-ой-ой-ой! И еще дотыкивал Лери с Нзера. Что за прием? Ну и тут остается только уже сейвить. На таймере бомба пока не на руках. Не могут никак дальше с Сайбершок. Дальше. Двойки про Этириски. Бомб оформляет фраг Патруннику. Размен от Нзера. 9-11. Хватило уже. Там еще и перетяжка от Энки. Хорошо, Верт минус 2 дал. Правда, Флейми забирает и Верта, и Лери. Забирает еще и девятку. Ворвался просто Флеймон. Говорит, не, пацаны, давайте-ка отдыхать. Мы уже 11-13. Довольно близко. Сайбершок уже подкрадываются к Team Space. Вот Бет. Труник стоял в упорной позиции, но его достаточно быстро забрали. Тут еще Флейми делает минус 2. Верт разменивает всех тиммейтов. Ну тут Риски Боб просто Верта добирает. 13-13. Нзера минус Флейми. Фозил минус Феномен. Фендуки 1 против двоих. Но не сотый, это 15-й раунд для Team Space. Говорит парням, это заход под мой плент. Нужно сейвить. Труник, есть фраг. Верт, двоих стерет. Феномен на размене. 2-4. Есть фраг от Феномена. Труник. Ну и Флейми. 1-3. Труник битый. С АВП. И нет гранат. Абсолютно у Флейми. А, чтобы открыться под хаешку. Флейми. 16-14 Team Space. Да, мы снова проиграли ту игру, которую должны были выигрывать. Ну, ладно. Счет на турнире Винлайн 1-2, а на ИСА Мейн 8-3. И на тот момент мы не знали, мы попадаем в плей-офф ИСА Мейн или нет. Это для нас был большой вопрос, потому что система очень сильно изменилась в силу CS2. Дальше нас пригласили на турнир Hardplay, а вот список участников и образовый фонд 700 тысяч рублей. Мы начали играть БУ-1 против команды Eternal Fire Academy и сыграли почему-то на Vertigo. Вот что написал Риски Боб в своем телеграм-канале про этот пик. Давайте посмотрим, как они сыграли в итоге этот Vertigo. Потихонечку спускаться и готовить выход под амки. Наверное, да, Риски Боб тут должен оказывать. Он очень много инфу уже собрал. Просто поражал. И падает и Реннул, и Сайбер. Там тоже любят побегать плюс В. Сюда инсимпланты. Допустим, если это карта нюк. Могут ребята выходить 10 раундов подряд. Первый обнаружил по итогу. Да, к счастью, мы это выиграли. А следующая игра у нас против Немиги. И наша задача ее, понятное дело, выиграть, чтобы выйти сразу же в плей-офф. Команды Кибершок. Две Эмочки мы видим. Фармган. Пистолет Дигл и Фомас. Сразу Риски Боб. Вот такой халайч. Потому что 600 долларов тоже деньги. Отлично. Смэта. Нужно делать кэтшот, но Феномен с Шайном все-таки разруливают. Господи. Комбо они здесь поставят. Но. Эш же не стоит забывать про то, что сейчас 3-2. Команды Немига в большинстве. Но Буст. Буст чуть было не забрали. Однако Лир забирает Феномена и 13-13. Немига все-таки выходит в матч в поле. Лир может просто все сейчас решить. Пикает. Забирает. Забирает Фентукея. И здесь еще Ламайджер помогает. Просто идеально. Вот это все. Это конец. Это конец, друзья. Не успевает пачку поставить в плейме. GG. Сайбершок. Да, мы снова терпим поражение. И наш счет становится на этом турнире 1-1. И следующая игра это снова против турков. И если мы ее выигрываем, мы попадаем в плей-офф. Если проигрываем, то вылетаем из турнира. Давайте смотреть. Ну и начинается выход Eternal Fire. И вот работает в плейме. Минус 1, минус 2. Третьего надо оформлять. Есть контакт. ХП мало. ХП не фул. Но. А вот смотри кидает. Амолик теперь не кинуть. Но выходит Шайн и просто ставит голову. Ну. По-моему Eternal Fire закончились. То есть тут уже, в принципе, вы сами видите. Ходить Шайн надо делать. Шайн не туда сводит Шайн. Просто увольняет Йоту. Ну Шайн. Ситуация 1 в 4. Но тут просто ХАЕшки мы будем сейчас закидывать. И, ну, понимаете, что... Просто не выиграть. Я просто пытаюсь навести какого-то САВС Пинца. Это шикарно. Мы вышли в плей-офф. И нас ожидает наш ЛТВ-матч. И на ШЛТВ мы попались против команды Беттера. Это белорусская команда, где играет снайпер Лолипоп. Но перед этой игрой мы решили сыграть Open Qualus CT. И вот какие результаты. Мы первого выиграли со счетом 25-22. И посмотрите на счет феномена. 50 фрагов за эту первую карту. И у него КД-2. Он очень сильно раскрылся за последнюю неделю. Вот просто нечто. Следующая игра была против клан Д. И мы ее выиграли со счетом 16-11 на Дубисе. Третья была против Малкиса, который играл в Инсилия. И мы ее тоже выиграли 16-14. И это означает то, что мы выиграли 3 игры. И четвертая уже на следующий день. И если мы ее снова выигрываем, то есть четвертую подряд, мы попадаем на ШЛТВ в закрытые квалы к ССС. Сейчас мы будем играть против команды Смуи и Фира. Очень важный матч. Очень. Но это уже на следующий день. А сейчас мы должны доиграть на турнире Хардплея. Ну что ж, команда Бетера. 65-е место по миру. Давайте посмотрим, как мы с ними сыграемся. Чисто технически Масфал как бы может здесь половину Б дооткрыть в соло. Но не в этот раз. Но не в этот раз. Ставится бомба в угол так, чтобы его не забрали. Немножко медлит команда защиты. Подышать будет ли пару секунд? Нет. 15-й, дорогие друзья, за командой Бетера. Ничего не получается. Лево-право. Снайпер все угадывает здесь. Феномен последний остается. Отлетает 9-16. В смысле, ты серьезно, Лорайкрофт? Хочешь поработать сегодня? Лолич закрывает еще одну оппоненту. Жесть, какая происходит. Все-таки подает Масфал. Лолипоп пытается что-то сделать. Опять же, но времени у него не должно хватать. Он должен, скорее всего, отлетать. Ну и Илья, да. Раунд в любом случае должен браться. Отлетает он. Раунд берется, дорогие друзья. Цена остается у команды. Это Масфал, это Гангиня. Гангиня. До свидания. На Б-перемычке его забрали. Снайпер 10-14. У Кибершоков здесь почек. Феномен. Феномен. Одно, вон он на перезарядке. Его не забирают. И второе. Еще третье. Одно, учи. Застрял в стиле. Еще третьего. Феномен. Феномен. Эйс. Нет, не эйс. Квадрокилл. Феномен. Он отлетает. Все-таки. Фен 2К забирает оппонента. Это будут дополнительные раунды 15-15. Ём. Практически нет. Практически нет времени. Опять же, дорогие друзья, практически совсем нет времени. Совсем бомбы практически нет. Успеет? Успевает же, да? 17-й раунд за Кибершок. Не буду уж ворчать. Да, получилось как получилось. Без гранат все равно. Да, очень опасно выходить. 17-19. Форсик, дорогие друзья, от Кибершоков на выходят ребята из команды Питара. Сразу же. Клиничек, кстати, 2 кг. Это очень круто. Очень круто встретили. Круто встретили. Лолипоп остается последний тупо в шоке. Вы до сих пор никого не забрали. А девятка погибнет? Нет, пока нет. Есть размен. Очень сложный сет последний. А как седу держаться, в смысле, никак. Сет получает в лицо, отлетает. Ну что, до допов давайте. Но защитники угадывают. На гранате ловит одного. Атаки надо идти на Б. Сожидают. Давайте смотреть. Флешки, по-моему, топовые здесь. Но не помогают почему-то эти флешки. Но здесь все-таки Б. Кон падает. И падает еще один парень Гандиньо. Очень быстрый захваток команды Кибершок. Но в этом как раз и прикол. То, что это как раз и проблема. Не-не-не, друзья, это не похоже. Включается моментально просто сет. Все еще здесь. Он видит кусок оппонента. Забирает кусок оппонента. Два человека остаются у команды. Атаки, дорогие друзья. Риски-боп на пол-хп. Флейми опять же здесь. Полтора землекопа попытаются под бомбу сыграть. И получается, по средней риски-боп остается последний. Надо быть очень бомб здесь, дорогие друзья. Забирает одного оппонента. Под бомбу сыграть. Под время сыграть. Опять же, нужен на фьюз. Нужен на фьюз. Нужен на фьюз. Три секунды. Две секунды. Надо забрать именно на фьюз. впереди много игр и разборов. На этом этапе мы покидаем турнир Hard Player. Ну и наконец-то игра против The Witcher. Если мы ее выигрываем, мы попадаем в плей-офф в Си-Си-Си-Ти. И это опять же игры на Шоу-Ти-Ви. Я вам дам спойлер. Мы выиграли эту игру. И это означает то, что мы получаем слот в Close квалификации к Си-Си-Си-Ти. А еще пока я писал этот сценарий, мне написали ребята и сказали, что мы попали в ESA Main Play-Off. И возможно, если выиграем сразу три игры подряд, мы попадем в ESA Advanced. Ну вот, посмотрите, их сразу же отрезают коктейлю Молотова. Ну вот, ну вот чё? Дотянулись? Дотянулись, да? Ну, конечно, принимают здесь Флейми. Минус два, там Феномен, Риски-Боб по минусу. От этого Феномена времени совсем не остается. Как будто надо сейвить, убегать отсюда срочно. Флейми! Минус один, минус два Флейми! Минус три от Флейми! Успевает ли дефьюзить бомбу? Это клащ от Флейми! Минус три! Фильтуке, если это дело завершить. Очень хороший фраг. Минус один от Фильтуке. Минус второй от Фильтуке. Там Феномен еще помог. 16-9. У Тайби по-прежнему ОВП. И вот она реализация, пожалуйста, но это реализация от Шайниза. Ну а пока вы смотрите на то, как Шайниз принимает своих соперников. Ну и ОВП это вместе просто. И это уже четвертый минус. Не зря получил ОВП в начале раунда. Это Эйз! Надо убивать парня, который дефьюзит. Хорош! Шайниз! Два хэдшота! Здесь не совсем не нравится, но со спины приходит Фентукей. Там Ридз еще на воде. Ридз Шайниз забирает. И я, кажется, знаю, кто выиграл игру. Хороший хэдшот. Хочу что-то сделать, но его одним патроном Фентукей просто отправляет домой. Прекрасная игра. Первая игра в плей-фе была за нами. Ну а сейчас нам предстоит выиграть румынскую организацию. Спойлер. Феномен. Батя. Какой не может быть! Так, это АВП был. Я не попала. Игра не заела. Игра не заела. Мы выиграли. Красота. Боже, как это классно. Феномен. Какой он зверя. Феномен не бери. Феномен, все хорошо. Хорош. Я хочу за феномен смотреть. Давай, феномен. Давай! Господи! Нет! Господи! Господи! А, я с вами наше. И ВП на месте. 41 фраг. Справа, справа. У него чувствует. Он как будто чувствует. Что это слип? Смотри, чувствует нет. Что это слип? Как он играет? Пентуккей делает раунд. Заканчивается. Дым. Чекали, как я и говорил. Пентуккей. Феномен. Еще. Феномен. Она не переключается. Она не переключается. 20 лет стримует игру. 47 на 22. Кто этот такой феномен? Так. Ой, как вы хороший пик. Как чувствует рискич? Ага. Они просто устраиваются в ряд. Отрабатывать, так сказать. Два в один. Не, ну феномен этого человека не остановить. О, нет. Да, феноменом без разницы жил кто-то кидает смоки. О, нет. Что? Это что такое? Чизнец. Все. Чувак, без комментариев. Финальная игра. И если мы ее выиграем, то мы попадаем сразу же в ESC Advanced. А нам нужно выиграть команду SK Gaming, где Маркелов это стример команды, а Эдвард и Бонтик игроки. Очень интересная схватка. Инсайт. Очень интересные риски. Сами снимают. Хороший риск. Очень долго живет риски. Риски. Куда их? Просто стекла. Четыре кила. Бежите, уберите. Феномен. Красава. Еще, еще. Еее. Риски феномен. Кем стекла. Надо прорвать это забрать. Девятая здесь есть. О, стекла. Флейми отрабатывать. Господи. Серег, все. Ребята, молодцы. Молодцы, ребят. Хороший, не возьму. Я до него. Семерцы, сверцы. Феномен, да, тут есть два минуса, конечно. чека шайнис феномен илья еще одного илюша какой давай ну я уже не верю ни в какие камбэки с такого счета не просто не верю невозможно на я очень сильно мы с первого раза прошли в мейн с первого раза прошли в адванс это же супер и ой пацаны поздравляю вас вообще от души хорошая работа и пошло добро победа друзья команда себе шоке спорта официально попала в лигу адванс это тир-3 прекраснейшие новости потому что вы даже не мы мы сомневались то что пройдем даже в плей-офф попали в плей-офф и вышли с первое место супер результаты конечно не вау но как для состава которым три месяца почему бы и нет на милайн сайт мы попали в нижнюю сетку плей-оффа 6 октября у нас будет игра нашего тебе а на сети все плохо к сожалению мы сыграли две игры и обе проиграли и статистика нашел тивил очень печально какая-то проклятая потому что 6 игры 6 проигрышей не знаю когда это все исправится но есть еще грустнее новость сожалению сегодня нашу команду покидает риски бог разошлись по обоюдному согласию все ребята молодые и если говорить вкратце просто не сошлись характерами огромное спасибо риски за то что он делал команде огромное количество хайлайтов это все было супер но к сожалению на этом моменте наши пути расходят временно за него будет играть тренер нашей команды flash время непростое но мы должны справиться следить за нашей команды в телеграм-канале мы там его ведем активно максимально вы точно там найдете больше информации про внутрянку нашей команды вот так у нас получился второй ролик про команду и это точно попадет в историю через два-три годика посмотреть как это все начиналось будет супер приятно а сейчас советую посмотреть нашу первую часть команды где мы играли на лане в сербии против виртус про просто тыкай сюда и переходи а я с тобой прощаюсь до следующего ролика пока